Добрый день. Мы продолжаем изучать серию Бермуд компании Dayan. Dayan Бермуда Куб. Все они три на три. Бывают разные. Это восемь планет и еще два. Один звезда, другой колонна, которую сейчас будем смотреть. Еще есть два домика. Но я все их доставать не буду. В прошлом видео, которое было 10 анбоксингов назад, я показывал. Сегодня разберемся с колонной. Коробочка точно такая же. Ничего здесь нового нет. Это моя единственная коробка фирменная. Так что все в ней плывают. Инструкции, конечно, в ней нет. Есть окошечко, есть красивый логотипчик. Серия очень древняя. Повторяться не буду. А здесь у нас колонна магическая Бермуда Dayan. Как известно, основой для колонны стал вот этот кубик. Dayan, Бермуда, Меркурий. Одна из планет. Вроде бы самая легкая. А может и нет. Я другие не собирал пока. Не скажу. Вот это чем-то похоже. Давайте посмотрим. Есть такой же вот треугольник. Да? Из-за чего она и Бермуда. Бермудский треугольник. Хотя не все согласны с этим мнением. Но мне кажется, именно так название произошло. треугольник есть. Другой цвет, правда. Вот здесь два вот таких ребра двухцветных. Тут тоже есть. Вот это ребро такое же двухцветное. На оригинале на Меркурии трехцветное. Вот эти два уголка такие же по форме. Три остальных должны быть трехцветные. А здесь они обрезаны. То есть взяли куб и по краям вот так вот обрезали. Получился октагон еще называют. Бочку. Но эта бочка необычная. С бермудским треугольником. Я ее не собирал. Есть еще звезда. Сделана похожим принципом, но наоборот. Но про нее отдельное видео будет. У анбоксингов через 10 опять. Колонну не собирал и хотел это сделать ну вживую на видео сразу. То есть я не перемешивал бочку и как Меркурий не собирал. Сразу понимаю, что здесь будут некоторые отличия и возможно всякие псевдопаритеты. И пока я рассматривал эту колонну, я вдруг осознал, что с одной стороны здесь четыре уголка. Вот эти вот треугольные. А с другой их пять. Но ребер меньше на одно. И такое подозрение, что вот эти вот уголки взаимозаменяемые. Они вот красно-зеленые. Их можно поставить неправильно. Здесь одинаковых уголков не было. То есть они все разные. Это может вызвать какие-то сложности. Также, сразу что видно, это симметричность элементов. Если я вот так вот поверну, вот эта вот вся колонна, она может быть переставлена вот из этого места, к примеру, сюда. И будет казаться, что все красиво. Но на деле получится, что расцветка не та и в конце у нас что-то не соберется. Так было на мельнице. Ну а как будет сейчас при сборке, мы посмотрим. Колонна, бермуда, шейп-мод, меркурия. Давайте попробуем перемешать. Вообще посмотрим, какие здесь вращения доступны. Понятно, что вокруг треугольника можно вращать так, можно вращать так. И вот так вот нельзя вращать. Ну так же было, не так же было. Так интересно. То есть здесь вот так вращать нельзя, вот так вращать нельзя. А вот так вот вращать можно. А здесь можно вращать по краям, по краям. А по гипотенузе этого треугольника вращать нельзя. Уже оказывается отличаются. Сейчас возьму и не соберу. Вот будет весело. Но с этой стороны визуально все похоже. Здесь на обычный фишер, здесь на обычную трешку. Давайте пробовать. Еще раз посмотрим и обратим внимание на расцветку. Белый, синий, красный. В каком порядке собирать цвета? Белый, синий, красный. И белый должен идти к красному, не к оранжевому. То есть вот так вот. Белый между белым и красным центром. То есть квадратики это центры. Но остальное, думаю, мы уже как-нибудь здесь расставим. Давайте вращать. Будем перемешивать. Свободно вращаются вот такие вот горизонтальные грани и не свободно вертикальные. Ну, вроде бы перемешивается. Блокирует все нам только сам треугольник. А вот так уже повернуть нельзя. Повернем вот так. Да, кстати, вращать легче, чем Меркурий. Или понятней. Или просто потому, что я смотрю на треугольник. А вот так не вращается. Так довернуть надо. Нет, довернуть, значит надо вот так. И не так. Вот так. Да, здесь чтобы вращать, гипотенуза хорошо вращается. А здесь вот надо было сначала довернуть что-то и потом вращать. Здесь более лояльно к сборщику все это сделано. Так. Ну и видим, что расцветка здесь другая. Причем на звезде она подобная. Зеленый треугольник, не синяя, а другая грань. Здесь же классическая, а желтый треугольник и белая грань. И здесь мы начинали сборку желтого цвета. Ну, будем начинать, естественно, с треугольника. А треугольник у нас зеленый. Да, а кто-нибудь запомнил какие цвета были здесь? Я не запомнил. А значит будет сюрприз. Надо было относительно треугольника цвета еще посмотреть. А можем ли мы как-то восстановить? Наверное, нет. Ну и ладно. Давайте пока соберем как-нибудь. Если здесь можно было ориентироваться, что одно ребро трехцветное и его по-любому ставить надо было гипотенузе, то здесь я не посмотрел, какие были цвета. Ну, давайте пробовать. Соберу неправильно, значит ошибся. Белая зеленая, зеленая оранжевая и нужно еще одна зеленая. Предположим, что вот это так. Хотя она вращаться может как угодно. Значит поставим как-нибудь, где зелено-оранжевая, здесь бело-зеленая и зелено-желтая стала куда-то сюда. А у нас какие-то особенные ребра были? Вроде бы нет. Сюда нужно поставить вот такой вот бело-зеленый уголок и бело-зеленое ребро. Попробуем это сделать. Но нам будет мешать треугольник. Вот так не получится. Надо это делать с другой стороны. Вот так вот поднимать и туда вставлять. Значит надо пару пересобрать. Как-нибудь вот так. Чтобы это вращалось. Я переделал на трехходовку и собрал с другой стороны. Так, теперь попробуем его вставить вот сюда. Так, что-то получилось. Белые между белым и красным центрами. Это я запомнил. А, сейчас мы наверное узнаем. Сейчас мы узнаем по двум одинаковым уголкам. А два одинаковых угла должны будут наверное на гипотенузе находиться. Сейчас проверим, правильно ли я это предположил. Они кажется зелено-красные. Красно-зеленые. Вот. Ладно, давайте пока так. Вот сюда нужен зелено-оранжевый. Потом наверное можно будет переставить. Зелено-оранжевый. Так, почему не крутишься? Вот так крутится. Вот зелено-оранжевая конструкция. Только вот ребро и центра выглядит очень похоже. Вот ребро. Центр то не перемещается, он только вращается. Поставим пока вот сюда. Вот какая-то часть этой бочки или октагона уже готова. Так. Дальше. С этой стороны должен быть какой у нас цвет? Белый, зеленый, оранжевый. Ну наверно какой-нибудь желтый. Да? Ну а, желтый центр стоит. Для этого у нас есть тут желтое ребро. Так оно не достается. Достанем вот так. Объединим. А, хотя можно трехходовкой сюда поставить. Вот какая конструкция у нас готова. У нас есть вот это желтое ребро. А то тут немножечко не совпадает, да? Надо было получше запомнить расцветку. Так, и у меня что-то тут сместилось. Пока будем держать так. Но понимаем, что все не так. А, либо сюда нужно просто что-то другое поставить. У нас есть еще желтый. А желтый у нас только один. Бочка была симметричная. Значит попробуем сюда еще что-нибудь привнести. Есть у нас зеленые. Вот есть зелено-красный. Вот это центр. Вот это ребро. Так. И вот это центр. Но под центром у нас не должно быть, наверное, желтого. Есть у нас какое-то красное ребро. Так, а все правильно. Это центр. Центр. Под центром у нас как раз должно быть вот такое вот красно-зелененькое, треугольное. А это ребро, которое не отсюда. Мы его заменим на желтое. Ну или на красное. Вот на это. Этот доворот должен быть вот такой. Да? И все нужно немножечко сдвинуть. Для начала я уберу вот это вот красное ребро отсюда. Оно меня очень смущает. Очень мешает. Красное нужно поставить вот сюда. Здесь у нас что крутится? Крутится вот так. Как-нибудь подниму уголочек наверх. Как-нибудь его объединить с этим. А хотя у меня тут было ребро уже. Но не важно. Вот так вот как-нибудь поставлю. Чтобы видеть картину. А ведь потом поменяем. И нам придется двинуть вот так. И что поменять? Вот это белое поставить вот сюда. На место желтого. Так получается. Сюда вот еще один красный уголочек. Получается у нас нет зелено-красного ребра. Ну и поэтому можно ориентироваться. Два зелененьких зелено-красных должны стоять вот так. Одно под центром, другое под ребром. Центр и ребро очень похожи визуально. Вот этот центр. Вот это ребро. Вот так. Вот сюда нужно второй зелено-красный поставить. Но прежде нужно поменять местами. То есть оранжевый отсюда долой. Всегда нужно поставить желтый. Ну желтое ребро. Разобрались. Так. Поставил желтое. Теперь верну зелененькое с красным. Чтобы она тут стояла. Дальше. После желтого идет оранжевое вот сюда. Оно вот здесь. Вот так. И сюда уже дальше пойдет белое. Бело-зеленое. Так. Ну вот. Восстановили. Оказывается это возможно и запоминать даже не нужно. Единственным образом все здесь ставится. Сдвигаем вот так. И видим, что все хорошо. Дальше. Вот это красно-зеленое. Нужно вот сюда. Под центр поставить. Можно сдвинуть вот так. Типа F2L какого-нибудь. Сюда загнать. Сохраняя ребро. Так. Это собралось. Ну а дальше уже знакомые движения. Это бело-зеленое. Все крутится. Надо поставить куда? Ага. Ага. Тут тоже немножко сдвинуто. Отдельно ребро. Отдельно уголок будем ставить. Потому что вот это центр. Вот это ребро. Визуально одинаковые. Нужно вот сюда поставить уголок. Для этого я пока его вот сюда куда-нибудь. И вот так вот поставлю пока вместе с парой. Так. А. Ну и отлично стало все. Тут хорошо. И тут хорошо. Тут отлично. Тут замечательно. И вот сюда нужно желто-зеленый. Ну ребро стоит на месте. Если это ребро. Да. Поэтому три пиф-паф нам очень даже помогут. Так. И мы собрали два слоя. Проверяем. Бело-красно-зеленый. Расцветка такая же как в кубике. Белый-зеленый-оранжевый. Вроде похоже. Ну. Тут мы встречаем псевдо-паритет. Вместо креста вот такой вот. Трехосный. Крест. Ну значит нужно одно из симметричных ребер развернуть. Видимо он здесь вот свободно вращается. Делаем из автоэлл. Алгоритм разворачивающий ребро. Так. Ну если у нас ребро неправильно здесь. То оно сразу развернется. Дальше. Ну учитывая, что здесь все хорошо вращается. Мы рыбками соберем этот крест. Движение М нам тут запрещено. Так. И дальше смотрим. Здесь удобнее всего. Ну. На предыдущем как я делал. Ты первым расставлял углы. А потом уже переставлял ребра рыбками. Значит. Что у нас тут есть. Углы. Углы. Они тут вполне очевидные. Но углы похожи. Вот эти два ставят хорошо. Вот эти два местами поменяем. Но чтобы они вращались. Мы можем кстати нижний слой просто подвернуть. Нам нужны движения R и F. Главное нижний потом не забыть вернуть. Вот эти два меняем местами. Ну ребра какие-то переставятся. Ничего страшного. Делаем теперь. И обратно. Кстати. Только сейчас я вспомнил. Что у меня стоит рядом. Звезда. И расцветку можно было посмотреть здесь. Да. Давайте проверим. Зеленый. Белый. Красный. Красненькие вот такие. Желтые. Желтые. Оранжевые. Все вот так. То есть я восстанавливал. Да. Логически. Как должно здесь стоять. Ну можно было посмотреть. Вот так наверное даже интересней. Дальше. Дальше мы собираем рыбками. Переставляем элементы. Напомню как это делается. Делаем одну рыбку. Перехватываем. Делаем вторую рыбку. Вместо перехвата можно повернуть грань. И у нас перемещается по часовой стрелке ребра. Так задние остается на месте при этом. Вот у нас углы все на местах. Одно ребро на месте. Так двухцветные. Вот эти будем переставлять. Нам нужно переставить против часовой стрелки. Поэтому я начну с левой рыбки. Опять подверну как-нибудь нижний слой. Да. Вот так вот. Чтобы не вращалось. L и U. Потом подвернем чтобы R и U вращалось. Значит делаю рыбку слева. L U штрих. Вернее не L U штрих. А L штрих. U штрих. L U штрих. L штрих. L штрих. U 2. L. Да. Получаем правую рыбку. Можно перехватить. Да. Здесь ничего не мешает. Делаю правую. Другие алгоритмы здесь оказались не работающими. Ограничения кубика не позволяют их делать. И вот. А бочка. Или магическая колонна Бермуда. Готова. Ну появился только один псевдо паритет на кресте который. И пока непонятно возможно ли другой. Попробуем его смоделировать. Что для этого нужно поменять вот эти треугольнички местами. Для этого я извлеку вот этот угол. И попробую его поставить на место другого. Так чтобы у нас тут что-то вращалось. Вот так вот. И вот этот уголок надо сюда. Так он не хочет. Я пересоберу вот эту пару. Уже известным способом. Так. Пересоберу ли. Чтоб так легко было. Вот так вот наверное. Вот так я делаю. И теперь возвращаю. Не хочет. Так. Если я ничего не перепутал. Я загнал. Уголок отсюда вот сюда. Надеюсь не ошибся. Теперь. Обратно нужно все собрать. Так у нас стоит все хорошо. А вот это вот ребро ушло. Ребро. 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 Сдвинул. Не мог я все так много сломать. Вот сюда. Или вот так. Так. Это центр. Под ним должна быть. Вот так. Все хорошо. То есть вот сюда нужно. Беленькое ребро вернуть. Это сделаем. Белое ребро. С белым. Зеленым. А. С красным. Так. Не хочет. Поставим пока уголок. Так. Вот так. И сюда. Вместо вот этого надо беленькое поставить. Вместо этого красненькое. Здесь я ничего не перепутал. Путать прям не хочется. тоже. Нет. Вот так. Загнали это. И сюда беленькое ребро. Вот с белым уголком мы их подружим как-то. Вот так. Надеюсь я все сделал правильно. Ну и здесь самое сложное собрать первые два слоя. Дальше уже здесь видим рыбку. Рыбку просто собираем. Так. Если у нас сейчас получится псевдо паритет. Будет весело. Расставляем уголки. Этот на месте. Этот на месте. Два угла по диагонали на месте. Значит придется сделать теперь дважды. Потому что копье здесь тоже не провернуть. Делаю сначала из какого-то положения. Так. Теперь мне должно получиться что два рядом должны стоять на местах. Раз. Два. Хорошо. Вот эти два нужно менять. Поворачиваем так чтобы было движение R и F. меняем два этих. Да. Тот же ТПР. Угу. Так. Ну и смотрим что же у нас тут получилось. Угол на месте. Углы на месте. С ребрами пока не понятно. Ни одно не на месте. Ну сделаем пару рыбок. Как-то переставится. Вот по часовой если мы переставим белое встанет. Хотя нет не встанет. А кто встанет? А чтобы кто-то встал на место. По часовой. Красное сюда. Нет. Оранжевое. Нет. Белое. Сюда. Нет. Бесполезная перестановка. Да. А если мы поставим вот так. Надо чтобы левое через один шло. Левое через один. Это у нас вот сюда напротив. Вот это перейдет сюда и будет хорошо. Делаем две рыбки. Так. И смотрим. Что-то у нас все собралось. Что-то я не досмотрел. Либо получается что оно ни на что не влияет. Вот. Кто собирал колонну. Скажите. Если их менять. Есть ли разница? Потому что я сейчас их поменял. И вроде ничего не произошло. Даже сам не понял как собралась в конце. Что-то перемудрил. Все оказалось проще. Вот такая вот интересная головоломка. Обязательно я пособираю еще. Ну а звезду запишу тогда попозже. Когда я это пособираю. Хотел две сразу собрать. Но нужно немножко наверное времени уделить. Чтобы было интересней. Занимательная серия Бермуд. Весьма рекомендую. Ну пока вот эти две только собрал. Впереди еще двенадцать. Буду раз в десять анбоксинг выпускать. Если будет получаться. Ну а на этом пока все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.